Девушки отдыхают Нет, не волшебницу. Хотя у нее тоже есть дракон, который помогает по дому. Сейчас расскажу. Как-то раз я занималась готовкой, придумывала интересные блюда. Лайка в это время прибиралась в доме. Фалфа и Шалша нам помогали. А что ты готовишь, мамочка? Вкусный омлет с ветчиной. Будете? Да, будем! Будем! Мы сейчас помогали Лайке. Она помыла полы, и мы с ней сделали это. Молодцы! О, закончила я. Азуса сама, я все. Я тоже сейчас закончу. Омлет почти готов. Будешь? Да, буду. Мы затем сели за стол и стали есть вкусный омлет. Ммм, как вкусно! Ты отлично готовишь, мама! Спасибо, я стараюсь. Так, о, да. Вы прекрасно готовите, Азуса сама. Завтра я тоже попробую что-то для вас сделать. Хорошо. Чуть позже я решила посидеть на веранде одна. Я думала о том, какой была моя жизнь раньше и какой она стала сейчас. Ммм, и почему раньше я все время выматывалась? Самое главное, зачем? А? Азуса сама? Что вы тут делаете? Что-то случилось? Я просто вспоминаю, как жила раньше. Я не всегда была волшебницей. Правда? Ага. Когда-то я работала в офисе с утра до вечера. Перерабатывала, порой очень часто. Я тратила все силы. А в итоге ни к чему хорошему это не привело. О, понимаю вас. Когда я хотела с вами сразиться, я тоже решила направить все силы. Но оказалось, что даже этого недостаточно. И поэтому решила у вас учиться. Быть вашей ученицей. Да, помню. Я тогда тебе говорила, что не нужно тратить всех сил. Все нужно делать постепенно, не тратя всех своих сил. Тогда ты сможешь прийти к нужному результату. Да. Вы очень мудрая Азуса сама. Знаешь, я бы хотела посмотреть тот город, в котором я раньше жила. Хочу узнать, поменялось ли что-то в нем или нет. Вы раньше жили не здесь? Нет. Раньше я жила в большом городе, где кругом были высокие дома. Настолько высокие, что дракону негде было развернуться. Если только он не превратится в человека, как ты. Ничего себе. Что же это за город? Вспомнить бы. О, мама, ты хочешь куда-то отправиться? Да. Я хотела бы отправиться туда, где я раньше жила и работала. Ого. Покажешь нам, мамочка? Пожалуйста. Хорошо. Лайка, отвезешь нас? Никаких проблем. Я сделаю для вас все, Азуса сама. Хорошо. Фалфа, Шалша, собирайтесь. Мы отправляемся в полет. Ура! Мы вчетвером отправились в город, в котором когда-то я жила. Лайка повезла нас на себе. Она превратилась в дракона, и мы сели на нее. Держитесь, девочки. Крепче. Мы взлетаем. Ура! Мы снова летим на Лайке. Вперед! Вперед, Лайка! Вперед! Я не помню, сколько мы летели. Но спустя какое-то время на горизонте мы заметили небоскребы. Мама, я что-то вижу впереди! Это небоскребы. Высокие дома. Ого! Они действительно высокие! Я таких домов не видела. И я! Мы правильно летим, Азуса сама? Да, правильно. Это тот самый город. Мы практически на месте. Город невероятно огромный. В нашем мире таких городов вообще нет. Начинай снижаться, Лайка! Поняла вас. Снижаюсь. Я стала внимательно смотреть на город. Мне хотелось увидеть то место, где я раньше работала. Интересно, а тут есть драконы? Ха-ха-ха-ха. Нет, откуда они тут могут взяться? Жалко. О, вот и то место, где я работала. Лайка, приземляйся. Есть! Сейчас. Вот так. Мы на месте. Надо же! Город большой! Очень-очень большой! Ага. Значит, вы здесь работали, Азуса сама? Да, вот в этом офисе. Тут не так много, что поменялось, как будто не прошло и 300 лет. Я вижу, что тут стала работать новая девушка. Она скромно одета, рубашка, брюки, очки вижу, а еще рыжие волосы. Я ее раньше не видела. Может, она стала работать вместо вас? Не знаю. Интересно, кто это. Я бы зашла, но... В такой одежде, какая у меня сейчас, меня могут засмеять. Лайка, сможешь подойти к той девушке? Ладно, я попробую. Лайка пошла в офисное здание, а я, Фалфу и Шалша стали наблюдать за Лайкой. Ту девушку, которая пошла Лайка, звали Кабояши. А, сегодня хоть пораньше приду. Скоро можно будет идти домой. Эм, простите? А? Ой, а вы кто? Я? Но... Хм, вы случайно не дракон? А? Как вы догадались? Рога на голове вижу. Ты подруга Тору? Тору? Я не знаю, кто такая Тору. В смысле? Это тоже дракон? Да, она моя горничная. Правда? Я тоже в какой-то степени являюсь горничной. Но я скорее ученица Азусы. Азусы? Да, это волшебница. Ох, тогда давайте поговорим об этом на улице. Я скоро буду собираться домой. Хорошо. Ну что там, мама? Что там происходит? Кажется, Лайке удалось найти контакт с той девушкой. Похоже, они сейчас куда-то пойдут. Надо их встретить. Однако, раньше нас пришла одна девушка. А точнее, это была девушка-дракон. Как Лайка. Звали ее Тору. Кубаяшим! О, Тору, привет. Я уже иду с работы. Здравствуйте. Что? Это кто Кубаяшим? Постой, ты чего, Тору? Так, сейчас. Ой, там что-то происходит. Стойте, стойте! Азуса-сама, вот вы где. Да, я тут. Что случилось? О, прошу прощения. Я просто подумала, что Кубаяши про меня забыла. И я разозлилась из-за этого. У меня есть своя хозяйка. Не волнуйся. О, так ты дракон? Да, я Тору. И у меня есть хозяйка Кубаяши. Я ее обожаю. А я Лайка. Я тоже дракон. У меня есть своя хозяйка. Скорее даже учительница. Потому что я ее ученица. Это Азуса. Здравствуйте. Я Кубаяши. Очень приятно. А это мои дочки. Фалфа и Шалша. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Ой, какие они милые. Кубаяши, ты с работы идешь? Да, я в офисе работаю. Я когда-то тоже в этом офисе работала. Где работаешь ты? А? Правда? Да. Можешь мне не верить, но это правда. Я часто перерабатывала и в итоге не выдержала этого. Ох, мне это знакомо. Я сама часто перерабатываю. Может, тебе не стоит этого делать? Ни к чему хорошему это не приведет. А? Не трать все силы на это. Тебе нужно больше отдыхать. Больше направлять силы на другие дела. Хм. Ну, я думаю, ты права. Подумаю об этом. Хорошо. Кубаяши, а у тебя есть дети? Ну, у меня есть одна дочка. Приемная дочка. Ее зовут Канна. О! А вы нас познакомите с Канной? Да, конечно. Пойдемте все вместе чай попьем. Мы идем. Мы отправились в дом Кубаяши. Чтобы мы долго не шли до дома, Лайка и Тору превратились в драконов. И мы сели на них. Лайка и Тору быстро долетели до дома Кубаяши. Так, мы на месте, девочки. О, какие тут все-таки необычные домики. Ага, они больше на ульи похожи. В каждой соте живет пчела. Так и здесь живут люди. Так оно и есть. Канна, ты дома? О, я слышу Кубаяши. Я иду. О! Привет, Канна. Привет, Канна. Привет. Здравствуй. Я Азуса. Я Лайка. Красный дракон, который умеет превращаться в человека. Я Фалфа. А это моя младшая сестра Шалша. Очень приятно. Проходите на кухню, девочки. Сейчас мы поставим чайник и накроем на стол. Да. Я еще сегодня приготовила омлет. Будете? О, да, будем. Я обожаю омлеты. Я тоже. И я буду. Слушай, Лайка. Что-то я не припомню, чтобы я тебя где-то видела. Ты откуда? Я живу в мире, где есть красные и синие драконы. Я являюсь красным драконом. Между прочим, Азуса сама сумела помирить красных и синих драконов. Раньше между нами была дикая вражда. Сейчас между нами нет ссор. Да, есть недопонимание. Но такой вражды, как раньше, нет. Ого! Вам удалось договориться благодаря Азусе? Да. Азуса сама очень мудрая волшебница. И она отличный учитель. Всегда всему научит. Спасибо, Лайка. Кабояша тоже в какой-то степени можно назвать волшебницей. Если бы я ее однажды не встретила, меня бы здесь не было. Кабояша меня спасла. И я ей очень благодарна. Кабояша никогда никого не бросает. Мы ее любим, а она нас любит. Кабояша, так ты тоже стала волшебницей? Эм, нет, не совсем. Ты же видела, как я возвращалась с работы? Хотя, учитывая, что я разговариваю с драконами и взаимодействую с ними, возможно, я и есть волшебница. Девочки, вот омлет. Я всем раздала по омлету. Угощайтесь! Спасибо! 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 Ммм, превосходно! О, вкусно! Да, мне тоже нравится. Ммм... Ммм... Ого! Да, это и вправду вкусно. Тору, ты хорошо готовишь. Спасибо! Я старалась. Я каждый день стараюсь удивлять Кабояши и Кану чем-то новеньким. Я тоже стараюсь удивлять Азусу и ее дочек новыми блюдами. Да и Азуса сама старается. Она сегодня готовила вкуснейший омлет с ветчиной. Да, мы сегодня с удовольствием позавтракали. Но мы с Шалшей тоже иногда готовим, а еще помогаем маме по дому. О-о-о! О, Канна, хочешь с нами поиграть? Да, хочу. Мама, мы тогда поиграем с Канной, можно? Да, можно. Идите, дети. Ура! Идемте со мной, девочки. Азуса, как же ты познакомилась с Лайкой? Все очень просто. Многие думали, что я самая могущественная волшебница в том мире, где я живу. И некоторые решили себя проявить, сразиться со мной. Среди них оказалась Лайка. Да, я думала, что смогу победить Азусу. Но нет, не смогла. Она реально самая могущественная волшебница, которую я знала. Не стоит преувеличивать Лайка. Лайка потом случайно сломала мой дом. Но она помогла мне отремонтировать дом. И он стал намного просторнее и лучше прежнего. Интересно. Мы с Фалфой любим читать. Читать? О, а что вы читаете? Детские книжки? Не только. Разные рецепты мы любим читать, когда готовим. Любим необычные истории читать. А я часто провожу время с Айкавой. Мы гуляем, играем. У нас еще бывает в гостях шотокон. А с ним ты тоже играешь? Конечно. О, давайте мы поиграем в игру «Отгадай число». Один из нас загадает число. Тот, кто угадает, вводит потом и загадывает число. Давайте попробуем. Я начну. Так. Загадала. Это девять? Нет. Это семнадцать? Нет. Не девять и не семнадцать. О, миллион. Да. Угадала. Ого. Здорово. Моя очередь. Так. Я загадала. Так. Это пять. Нет. Это не пять. Может, два миллиона? Нет. Может, это двадцать пять? Неа. Наверное, десять. Да. Это десять. Угадала. Ты думаешь, у меня получится? Конечно. Перерабатывать нельзя. Иначе это может стоить тебе жизни. Да. Не работай во всю силу. Отдыхай. Старайся больше отвлекаться. Меня Азуса сама научила этому. Я раньше тоже, как Азуса, все силы тратила. Даже не спала. Сейчас я научилась контролировать себя. Все свои силы. Я не устаю. Хм. Ладно. Буду иметь в виду. Мы потом еще немного посидели, а затем стали собираться домой. Лайка превратилась в дракона, и я вместе с Фалфой и Шалшей сели на Лайку и стали прощаться с новыми друзьями. Спасибо вам за прием, друзья. Хорошо посидели. Спасибо всем. Кана, спасибо за то, что поиграла с нами. Спасибо. Спасибо вам большое, девочки. Было весело. Ну, мы полетели. Пока. 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 Пока, девочки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok